Форум Управдом 1 января вступил в силу закон о раздельном сборе мусора. Успех инициативы зависит от многих факторов, в том числе и от того, насколько сами люди понимают важность разделения отходов. Заместитель главы районной администрации Александр Усков начал свое выступление с цифр. Мы понимаем, что за эти услуги нужно платить. Так вот, перехожу к печальной статистике, которая на сегодняшний день есть. Значит, вот по состоянию на сегодняшний день жители должны 130 миллионов рублей с начала года. К середине августа максимальный сбор средств составил 45%. По частному сектору он не превысил 32%. Главная причина, считают в администрации муниципалитета, наличие отдельной платежки и доставка ее потребителю. Сегодня мы плавно переходим уже в соответствии с утвержденными планами на переход на единый платежный документ в целом по округу, с тем, чтобы житель получал платежку единого образца со всеми услугами, которые он должен оплачивать. Практика показывает, что там, где действует единый платежный документ, сбор составляет в районе 95-96%. Тему продолжила представитель общественного контроля ТКО в Московской области Лилия Белова. Уже не первый год она занимается вопросами экологии, и на сегодняшний день ей хорошо известна ситуация с вывозом мусора на территории всего региона. Ассоциация «Общественный контроль в сфере обращения с отходами по Московской области» контролирует процесс реформы. Как она внедряется в разных муниципалитетах, насколько продуктивна или, возможно, где-то пробуксовывает. Контроль осуществляется над деятельностью рекоператора и точно так же над деятельностью органов местного совправления. Наши отходы должны приносить нам доходы. И это такая тоже философия ассоциации, чтобы рекоператор у нас с вами когда-нибудь мы достигнем, чтобы он покупал. Каждому участнику была вручена анкета, которую нужно было заполнить, а после обменять на сертификат. Правильные ответы анкеты были озвучены и обсуждены на реформе. Вопросы были самые разнообразные. На какой контейнер вы положите использованный тюбик зубной пасты? Женем Васильевна, пожалуйста, не рассказывайте. Серый? Серый. Потому что это у нас с вами грязная непосредственно пластмасса. В ходе встречи было задано много вопросов. Как от активных жителей, так и от представителей управляющих компаний. Каждый участник мог обменяться контактами с представителями тех структур, кому был адресован вопрос. Берем на контроль. Сложные вопросы подают их в письменном виде. Мы регистрируем, потом контролируем ход выполнения. Потому что есть вопросы системные. По словам председателя Ассоциации многоквартирных домов Людмилы Лернер, после проведения форума обязательно подводятся итоги и делается анализ самых важных вопросов. Ну а до конца 2019 года еще должно состояться три форума управдом. Даты их проведения и темы будут объявлены позже. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.